Готовиться к паводку нужно заранее. Именно поэтому во вторник с утра на главной площади города Лух собрались представители спасательных объединений со своей техникой, чтобы продемонстрировать губернатору региона и руководству МЧС готовность к потенциальному подтоплению. Лух в зоне риска, поэтому здесь представлено множество техники. Как лодок, так и вездеходов и есть даже летательные аппараты. Силы и средства к паводку готовы. Если, например, подтопление случится в Лухе, сюда приедет техника со всего региона. Например, вот этот катер на балансе в Плесе. Будет направлен немедленно. Техника современная, развивает скорость до 70 км в час. Мощность 250 лошадиных сил. В обычные будни патрулируют акваторию Волги. Приходилось на нем и людей спасать. На противоположной стороне от города Плеса одному мужчине получился аллергический приступ, оса укусила. В общем, человек стал задыхаться. Нам сообщили по телефону, и мы выехали, быстренько переправили человека больного на нашу сторону, где его встретила скорая медицинская помощь и оказали человеку помощь. Вся техника здесь рабочая и вся зарекомендовала себя на паводках. Специалисты также подготовлены. Даже в районах, которые обычно не заливают талыми водами. Да, у нас бывает. У нас в 2013 году был большой разлив. Мы эвакуировали людей из подтопляемой территории. Ну, также оказывали помощь населению. Там вывозили животных даже приходилось возить. У нас река Теза проходит. Вот если у нас подъем воды свыше трех метров, то у нас подтопляет некоторые улицы. Там несколько домов подтопляет. Вот свыше четырех метров подтопляет даже наш участок, скажем так. Практика многих лет показывает. Паводок начинается во второй половине апреля. На этот год прогноз положительный. Температура воздуха позволяет снегу таять умеренно. Значит, реки из берегов, скорее всего, не выйдут. Традиционно ожидается подтопление в пяти муниципальных районах. Но на сегодняшний день паводкоопасная ситуация стабильна. Подъем воды за последнюю неделю, по данным мониторинга с гидропостов, осуществился всего лишь на три сантиметра. Но, тем не менее, мы ко всем чрезвычайным ситуациям готовы. Мероприятия по ликвидации паводка охватывают почти все структуры. И спасателей, представителей служб сверхлегкой авиации, и газовщиков, и даже силовиков, Росгвардию и десантников 98-й гвардейской дивизии. Также заключено соглашение к 98-й гвардейской дивизии. Они выделяют нам подрывную группу. Здравия желаю. Здравия группа подрывников для утилизации заторов на водных реках. В случае заторов на реке Льдин данные специалисты готовы провести взрывные работы с целью расчищения русел рек. Лично губернатор оценила состояние гидрологического поста в Лухе. Здесь каждые два часа измеряют уровень воды. Результаты наблюдений передают в центральный аппарат, а затем в федеральный. Наибольший уровень воды здесь наблюдался 268 сантиметров. Это было 21 апреля 2005 года. За последние 20 лет подтоплений наблюдались такие серьезные дома 2005, 2012, 2013 и в 2016 году. Тайние снега началось по плану в конце марта. Подъем проходит плавный в течение 70 дней. В Лухе 240 сантиметров – опасная отметка, но до нее еще далеко. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лухский район. Вот name's Win superpower. Это будетμο. А.Егорова систем субтитров